14 июня 1963 года ЦК Компартии Китая направил письмо в ЦК КПСС. После безуспешных межпартийных переговоров, ровно через месяц, 14 июля, китайские претензии публикуются в «Правде» вместе с советским ответным открытым письмом. И хотя адресаты еще именуются китайскими товарищами, ясно, что дружба врозь. Оказалось, китайцы-русские не братья навек. О термоядерной войне. Из китайского письма. Победившие народы быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе. Из советского письма. Советовались ли они с рабочим классом тех стран, где господствует империализм? Атомная бомба не разбирает, где империалист, а где трудящийся. КПСС критиковала китайских руководителей за лишенный классового содержания лозунг «Ветер с востока давлеет над ветром с запада». Китайцы критиковали СССР за отсутствие диктатуры пролетариата, а Компартии Франции и Италии за парламентский кретинизм. В советском письме впервые говорилось о культе личности Мао Цзэдуна. Шла борьба за лидерство в коммунистическом движении. Китайцы объявляли КПСС ревизионистской партией о себя единственными верными наследниками марксизма. В 1963 же году Китай впервые настаивает на уточнении границы с СССР по рекам Амур и Уссури. «Бросай серп, хватай винтовку, вот по этой дороге за тысячи верст придут убить тебя черные советские ревизионисты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова